Впервые термин банкротства для юридических лиц появился в начале 2000-х, а с 2015 года банкротами могут стать и физические лица. По данным Национального бюро кредитных историй, за 4 года действия закона почти 150 тысяч россиян стали банкротами. Доходы падают, население спасается кредитами, а в результате впадает в долговую яму. Что заставляет людей идти на банковские уловки и как потом они выбираются из финансового рабства? Так, портрет дочки Яночки, самый такой, можно сказать, ну первый на выставку я его сделала. Ольге Грековой, саратовской художницы, 22 января этого года арбитражный суд списал долг в размере 800 тысяч рублей. Все началось еще в 2005-м. Тогда преподавателю Шолоховского университета один из банков предложил кредитную карту. В это время старшая дочь художницы поступала в университет и как раз нужны были деньги. Ну всего лишь от 30 тысяч. Начали с 30. Я ее отдавала, опять брала, отдавала, опять брала. Это бесконечный процесс. Я пошла еще одну карточку взяла, 100 тысяч, которая потом переросла в 350. Ну они, знаете, они предлагают, потому что вы хорошо пользуетесь, вот вам еще, вот вам еще. Но это уже процент идет не со 150, а с 200, с 250, с 350, понимаете. И вот эта зарплата, которая хорошая, она отдается, потом опять ты тут же... И идет вот такой вот, одну ногу вытащишь, другая завязана. Ты себе не принадлежишь. То есть они тебя захватывают уже полностью в это рабство. И ты уже находишься в этом рабстве очень длительный период. Как правило, рассказывает саратовская художница, банки увеличивают лимит по карте за несколько дней до очередного платежа. Финансовая уловка, на которую и попадаются должники, а тем самым еще больше залезают в долги. Чтобы как-то избавить себя от угрожающих звонков коллекторов, Ольга Грекова закрыла карточки, перезаняв деньги в микрозаймах, где всего лишь по одному документу. И за короткое время можно получить необходимую сумму, но под грабительские проценты. Все коллекторы звонили сюда тоже. Выбивали телефон, то есть директор не мог позвонить даже никуда. Вызывали милицию, звонили, угрожали, выключали свет, значит, отрезали свет в квартире. Значит, всем родным, знакомым, близким, там, даже моим ученикам. Сколько в итоге вы выплатили, сами не считали, сколько денег? Ну, если, ну, я, наверное, много выплатила, две квартиры, наверное, точно выплатила. Ну, если я каждый месяц платила по 30 тысяч, то есть, получается, я никогда не получала полностью ни свои пенсии, ни свои зарплаты. То есть, я кому-то что-то отдавала. Низкий уровень жизни многих граждан нашей страны привел к высокой закредитованности населения. С одной стороны, кредитный механизм – это благо для экономики, но с другой – зло, когда это последняя возможность обеспечить свое существование. У кого-то тяжелое положение, была жизненная ситуация какая-то, они взяли и в дальнейшем не смогли платить. У кого-то безграмотность была, не понимал того, какие проценты общих сложностей придется переплачивать. Кто-то свои силы не рассчитывал, полагал, что будут заработки, а их не было. У всех абсолютно разные причины. Как правило, да, это малообеспеченные граждане, которые, как Вольге Сергеевне, берут один кредит, а перекрыт другой. В итоге толк растет. Ну, бывают и другие категории, у которых долги просто миллионные. Ну, конечно, проще признать себя банкротом и реализовать имущество, стоимость которого гораздо меньше суммы долга, и списать. Не от хорошей жизни берут люди кредиты, считает член Общественного совета при региональном управлении Федеральной службы судебных приставов Ольга Коргунова. Я знаю, что, вот, например, Оксана Зверева у нас есть, мама, которая выпускница интернатных учреждений. Хорошая мама, прекрасно воспитывает девочку, но живет от подработки к подработке. И тоже ей приходится попадать в такие жизненные ситуации, где у нее отключают свет, где она приходится ей брать какие-то, может быть, малые такие займы. Она где-то там заговорить по машину помыть, где-то снег в прошлом году чистила и так далее и тому подобное. То есть у нее нет где работать, потому что ее нигде не берут, у нее нет образования, кроме 11 классов. Институт банкротства граждан набирает популярность. Число тех, чьи имена оказываются в списке банкротов, растет с каждым годом. По данным инициаторов проекта Общероссийского народного фронта за права заемщиков, которые в ноябре прошлого года публиковали известие, Саратовская область вошла в десятку российских регионов с самой высокой долей граждан банкротов от общего населения. На тот момент на 100 тысяч человек у нас в среднем насчитывалось 53 банкрота. Получить заем на карту Ниса оставит мне труда. Прямо из дома за минуты позволяет мне она. Ей оплачивать покупки можно сразу и везде. В интернете, в магазинах, удивляясь быстроте. Обычно ларьки с микрозаймами располагаются в многолюдных местах, рядом с рынками и магазинами. На стремлении людей моментально разбогатеть и играют такие конторы, порабощая все больше граждан, желающих жить непосредством. Ну не хватает, конечно, но как-то кручусь, верчусь. Там же нет процентов никаких. Вы имеете двухгодный период, да? Ну да. Спиваешь, кладешь, опять снимаешь, кладешь, опять снимаешь. И так круговорот денег на карте. Когда нет денег, то это очень удобно. Потому что, ну то есть, берешь деньги, и в течение трех месяцев или месяца вкладываешь туда. Очень удобно. То есть, вас выручают, да? Да, да, да. У вас есть кредитная карта? Да. Мы их раздаем. Продаем, можно даже так сказать. Мы сотрудники банка, да. Вам не надо, кстати, ипотеку или кредитную карту? Лучше стали брать, чем вот раньше? Или как? Есть какая-то... Нет, конечно, меньше. Меньше сейчас? Да, меньше. Качество клиента немного ухудшилось, я бы так сказала. Да. Добросовестность. Многие, да, добросовестных мало стало, соответственно. Плохая кредитная история. Поэтому... Ну, это не только от клиента зависит, но и от работодателей, которые задерживали зарплату и какие-то сокращения. То есть, люди не могли платить по своим кредитным обязательствам. Наше дело выдать и забыть. Меня возмущает сам процесс, что банки постоянно звонят, присылают смс, навязывают кредиты, звонят в самое неудобное время. Огромное количество людей, которые платят несколько кредитов. И это такая зависимость страшная. То есть, если человек заболел, мы прекрасно понимаем, каковы могут быть последствия. То есть, я считаю, что государство должно, конечно, мешаться в этот процесс, ликвидировать эти микрозаймы, которые, буквально, с этого слова, обирают людей. И возникает закономерный вопрос. А почему государство не защищает нас от такого рода кредитов? И почему такой огромный процент? Прежде чем брать кредит под грабительский процент, стоит 10 раз подумать, а сможете ли вы его вернуть? Если деньги все-таки взяли, а расплатиться не получается, то нужно обращаться к специалистам. Пошагово можно разделить весь процесс банкротства физлиц на ряд этапов. Первый этап, очень важный, это этап сбора документов. Это, во-первых, блок документов о личности. Второй блок – это информация об имуществе. Третий блок документов – это документы о кредиторах с указанием всех контактных данных, суммы долга, периода образования задолженности, а также с приложением, подтверждающих эти обстоятельства документы. То есть, после того, как гражданин собрал эти документы, можно приступать к подготовке заявления о банкротстве. Если же говорим о результате рассмотрения заявления, то суд может применить одну из трех процедур. Это процедура реструктуризации долгов, процедура реализации имущества и процедура мирового соглашения. У должника остается единственное жилье, ряд личных вещей, а также те вещи, которые будут исключены из конкурсной массы в соответствии с определением суда. Но не нужно забывать, что есть ряд негативных моментов. Сама процедура банкротства налагает на человека ряд ограничений. Нельзя выезжать за границу, у вас больше не будет возможности открывать депозиты и счета. В течение пяти лет после признания должника банкротом невозможно повторно подавать на банкротство. Три года нельзя занимать руководящие должности, и в период процедуры вашими личными средствами и доходами будет распоряжаться арбитражный управляющий. Ну и сама процедура может длиться до года. Недостатков выявляется достаточно много, но даже несмотря на них, банкротство граждан все равно остается спасательным кругом для тех, кто не имеет возможности выплачивать долги.